Доброе утро, дорогие садоводы! Мода на садовые растения приходит и уходит. Что-то из растений остается, закрепляется. А что-то мы ищем долго и волнуемся, найдем. Будет расти или не будет. Вот сейчас я стою у куста мискантуса. Это восточный камыш. Мы привыкли к нашему камушу. А вот на пике моды сейчас мискантусы. Вообще все злаковые на пике моды. И в том числе и мискантус. Считалось, что мискантусы не зимуют у нас. Карликовые, полукарликовые, высокорослые экземпляры. Но это опасение напрасно. Мискантусы растут, зимуют и дают интересное пятно в саду. Если вы увлечены ландшафтным дизайном, то мискантус, любая его разновидность не помешает. Не будет лишним в вашем саду для того, чтобы либо делить зоны, либо быть доминантной. В общем, подумайте, мискантус – дело хорошее. Хотя бы вот столечко срезанных цветущих кистей. И это уже будет основа зимнего букета. Можно оставить просто так его. Можно добавить веточками извилистой ивы. Можно добавить его, дополнить, вернее, его засохшими семенами хиноцеи. И я думаю, что воспоминания о лете будет какое-то время вас радовать. То, что он зимует хорошо и высыхает хорошо под зиму, с одной стороны, это в наших условиях и неплохо. Вот в данном случае я его не буду обрезать низко, потому что он будет притенять растущие за ним хвойники. Это своего рода ширма от солнечного ожога. А придет осень, придет весна, и я срежу его на черную ножку. И тогда он начнет расти. Но надо быть готовым к тому, что весной он рано не просыпается. Просыпается ближе к июню. Но тогда уже угроза ожогов солнечных вот моих хвойников минует. Познакомьтесь с мискантусами. Разновидностей их много, сортов много. И я думаю, что новое растение принесет новые идеи для того, чтобы сад стал еще интереснее. Удачи вам и новых находок!